С 1982 года, как въехала я сюда, здесь же было голо все, а я с двумя малыми детками. Я купила лопату, зашла в ЖС, здесь был по соседству. Выбила тогда у нас, если помните, у нас ивы были, великолепные, вот они 40 лет стояли. Я с детками, с чужими, со своими, все копали, все сажали. Ну и весь дом настоял, чтобы я стала председателем бесплатным. И я вот так 40 лет, они меня зовут мамой, я как хозяйка дома бесплатная, поэтому я за этим домом слежу. И когда наступил момент капремонта, я сказала, ни один кирпич у меня не уйдет налево. Все, что нам заложено, все будет сделано, чтобы сделали все в этом доме, чтобы потом 40 лет дом мог стоять и только радоваться. Мамой дома называют Наталью Васильевну. И она действительно радеет из-за его состояния, из-за комфорт проживания всех жильцов. А потому и взяла на себя, так сказать, должность смотрящего за всем, что происходит вокруг да около. Жизнь, говорит, сейчас такая, все должно быть под присмотром. Радует, что среди нас есть еще люди, которым не все равно. Не свое личное, общественное. Кстати, от пристального взгляда Натальи Васильевны не скрылось главное. Рабочие строители – люди ответственные. Хорошие попались рабочие? Очень. Очень. Я очень довольна. Я не могу слова сказать плохого. Дай бог, чтобы доделали, все сделали, что по плану есть и что даже не было в плане. По заявке по нашей, то делается. Дом преобразился. Это видно невооруженным взглядом. С советских времен плитка, которая отпадала целыми пластами, ушла в прошлое. Сегодня дом уже радует яркими, сочными красками, красивыми балконами. Некоторые изменения произойдут и в подъездах. Объект финансируется за счет бюджета, за счет средств жильцов. На него выделено порядка 800 тысяч, из которых уже большая часть освоена. И в планах по этому месяцу, октябрю, привести его до конца в порядок и благополучно сдать. Мы видим, на объекте работы ведутся, убирается плитка, которая представляла опасность в прежнее время. Сейчас это все приводится в порядок, чтобы был эстетический вид, ну и безопасно было. Жильцы дома в большинстве своем стараются все строительные перипетии переживать стойко и не роптать, а где-то и помогать. Как в семье, все разные, так и в доме. Есть люди, которые приветствуют этот ремонт, есть, некоторым не нравится, некоторым мало, надо больше сделать. Ну, так как бюджет не резиновый и, соответственно, деньги на капремонт, фактически, которые есть, то, что заложено в проекте, то и делаем. Ну, и чуть-чуть больше по просьбе жильцов. Новую жизнь приобретает и 61-й дом по улице Интернациональной. Да и жильцам больше нечего бояться выходить на свои балконы. Сегодня они укреплены навеки вечные. Радует и эстетический вид. Они, как и сказки, все такие ровненькие, гладенькие, яркие. Но произвести такого рода работы весьма сложно. Сложность этого объекта – усиление каждого балкона. То есть узел такой специфический. Надо залазить на каждый балкон, а у людей ремонты, пятое, десятое. И получается, что каждому надо найти подход. И приходится немножко, как бы так, ювелирнее более работать, потому что, чтобы не зацепить ни окна, ни рамы, ну, это усложняет этот момент. Вторая проблема этого дома – протекающая крыша. Она также давно требовала нового покрытия. Временные латки были временными. Сегодня это просто какой-то каток. Но не все так просто. Снимается старый гидроизол, делается цементно-песчаная новая стяжка, армированная. Застилается двумя слоями нового гидроизола. Нижний слой и верхний бронированный. Наращиваются веншахты, кирпичом керамическим утепляются, ставятся новые зонты. Водосточная система меняется по всему периметру крыш. Вот так выглядит крыша, когда делается капремонт. Уже в готовом виде. Ну и раз крыша готова практически, значит капремонт движется к своему логическому завершению. И это только два дома из списка требующих капремонта. Всего в 2023-м отремонтируют 31 дом. Кто-то скажет, так мало, но вдумайтесь, это 127 200 квадратных метров. И вспомните, сколько сил и средств вы вложили в ремонт своей однушки, двушки, трешки. Все сделать сразу и для всех просто невозможно. Не хватит ни сил, ни средств. Есть определенные стандарты отбора домов для капитального ремонта. Критериями постановки дома на капитальный ремонт, перспективную программу капитального ремонта на пятилетку является, значит, срок эксплуатации дома. Второй критерий – это техническое состояние жилого дома по результатам весенних-осенних осмотров. Ну и, собственно говоря, финансирование с городского бюджета, а также отчислений населения на платы на капитальный ремонт. Виктория Гапутина, Дмитрий Литменюк, Александр Макаревич, Новости Бреста.